Курс управления моделями поведения сотрудников Мы хотим, чтобы они были продуктивные, ответственные и так далее Мы хотим, чтобы все, что мы хотим, они делали Но, к сожалению, и зачастую в наших российских компаниях происходит совсем по-другому Сотрудники не клиентоориентированные, они не ответственны в большинстве своем Что же делать? Каким образом решить эту задачу? Итак, начнем со всей сложности и структуры взаимоотношений Потому что, на мой взгляд, мы зачастую не очень себе представляем В какой многомерной форматности мы с вами являемся руководителями Вот, например, если мы возьмем простого сотрудника Казалось бы, ну что может быть проще обыкновенного сотрудника, которым мы будем с вами управлять? Но даже элементарная вещь, что по дороге на работу и при входе в офис Он меняет огромное количество ролей Начиная от просто коллеги Когда он заходит непосредственно в здание, он становится сотрудник Когда он встречает кого-то своих друзей Он может быть их товарищем И так далее, и так далее, и так далее Потом он будет, появляется у него роль подчиненный Потом у него появляется роль, когда его позвали Вернее, когда он пришел к своим подчиненным Он стал руководителем, и так далее, и так далее, и так далее Плюс это все Давайте посмотрим, что еще человек наш живет в нескольких измерениях Это глобальное количество Но мы сегодня поговорим лишь о самых главных трех Ну, например, там, рабочее измерение Где он понимает и представляет, что он работник Личное, где у него есть семья И он сам, где самость И вот представьте, что количество людей Которые находятся в вашем подчинении Каждый из них сейчас находится на каком-то своем уровне И все это еще, помимо всего прочего Формирует некое представление о в целости О корпоративной культуре Где все сотрудники, влияя на корпоративную культуру Создают определенные правила, которые приняты И традиции, которым следовать Любой новый человек, пришедший в компанию Сразу чувствует эти правила или традиции Так вот, удивительная вещь Но система и культура и человек Они находятся в прямой взаимосвязи Что это значит? Это значит, что сотрудник влияет на культуру И культура влияет на сотрудника Поэтому к этому добавим мы еще, например Есть руководитель Есть акционер Который вместе взятый смотрит на весь этот процесс Руководитель, акционер видит и руководителей, и сотрудников Сотрудник видит только этих Свидит плюс еще своих коллег, которые попадают Плюс еще у каждого из них существует свое внутреннее восприятие Я, как это моя концепция Моя личность Мое отношение в будущем Мое реальное отношение Моя идеальная картина Представляете, с каким салатом огромным мы имеем отношения Так вот, как со всем этим разобраться? Давайте попробуем двигаться постепенно Первое, с чего мы начнем Это корпоративная культура Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!